Добрый день, уважаемые коллеги. 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 И за счет своих размеров, среднего размера, примерно 7 микрон, как эритроцит, он достигает тех участков, где, собственно, есть ненарушенная сосудистая стенка. И при этом очень важно, что этот строго интравоскулярный агент не дефондирует за пределы сосудистого русла. Второй ключ – это консоль и датчики, которые мы используем. Первый датчик, о котором мы поговорим, это очень популярный уже много лет используемый датчик со сверхдлинной апертурой в 92 мм. В сочетании с водной насадкой дают прекрасную картинку ближнего поля. Вы видите пример, как без классический с левой стороны, с правой стороны. Это датчик в сочетании с водной насадкой. Прекрасно видно кожу, ареолы, это ареолярная область. И благодаря такой комбинации мы получаем практически гистологический срез, очень схожий с анатомической картинкой в атласе. И данный датчик был создан специально для так называемой радиальной протоковой эхографии. Суть которой заключается в том, что мы уходим от поперечного сечения протоковой системы и переходим на радиальное сканирование. Но тогда, применяя обычный короткий датчик, мы не видим всю протоковую систему. А длина данного датчика в сочетании с водной насадкой позволяет, как вы видите, очень четко ее визуализировать, действительно, как в анатомическом атласе. Следующий датчик, или датчик 4G C-MAT, является новинкой не только для хитач, но и для всего мира ультразвука. Так как это первый коммерческий датчик в мире, который в основе использует не пьезоэлементы, а так называемые микробарабанщики или микроконденсаторы. Так они примерно выглядят внешне. То есть это пластина, состоящая из множества, из матриц таких вот ячеек. И ячейки, принцип как получается, это ультразвук генерируется за счет подачи тока на эти мембраны и также обратно считывается. Исходя из того, что это на основе кремний, силикон, можно такую аналогию привести, по своим физическим свойствам, она намного ближе, чем пьезоэлементы, к телу человека. Соответственно, не требуется согласующий слой, который классически используется в датчиках, что не приводит к потере диагностической информации, не требует таких больших энергий, то есть подачи энергии в тело человека и обратно, потери на считывание. За счет этого высокая проникающая способность. И данная технология позволяет получить датчик, который охватывает коридор частот нескольких сразу, 4-5 датчиков. Посмотрите, 22 МГц. И качество визуализации, что в ближнем поле мы видим, то есть мишени прекрасно видны в ближнем поле и прекрасная проникающая способность. Вот пример того, насколько хорошо видно на большой глубине. И данный датчик достаточно давно разрабатывался, но вышел он в свет буквально 3 года назад, когда стало доступно использовать на этом датчике все возможные модальности, как тканевой доплер, как ЦДК, цветное доплерское кодирование, E-Flow, энергетическое доплерское кодирование и так далее. И цель создания данного датчика была в том, чтобы покрыть одним датчиком, так называемые коллеги наши европейские говорят, one probe solution, то есть одним датчиком закрыть все вопросы исследования человека, организма человека. И мы видим пример, визуализация с этого датчика, она более контрастная, более резкая, она где-то даже непривычная, но действительно эксперты очень высоко оценивают его потенциал. Ну и, конечно, работа за ультразвуковым прибором – это комфорт и удобство и так непростой работы врача ультразвуковой диагностики, поэтому компания Hitachi постоянно думает о том, как улучшить эргономику, чтобы нам было с вами комфортно. И сейчас, наверное, у вас возникает вопрос, что же является третьим ключом. И, как выясняется из опыта, из времени показывает, что это наиболее важный и главный ключ – это постоянно думающий, задающий правильные вопросы и действительно достигающий целей доктор. И я надеюсь, что мой доклад и этот прекрасный курс поможет вам ответить на некоторые вопросы. Спасибо большое. Спасибо.